Приветствую вас, братья и сёстры! Нам не так просто всегда запоминать проповеди в Церкви, если проанализировать, что мы слышали неделю назад, а тем более если в течение месяца мы не всё можем вспомнить, потому что так устроен наш разум. Кто-то записывает себе, у кого-то память лучше, у кого-то хуже. Я хочу предложить запомнить вам три слова. Не сложно будет? Если вы всю проповедь не запомните, хотя бы три слова запомните, и это вам поможет вспомнить, о чём была проповедь. «Придите», «возьмите», «научитесь». Дети, хорошо меня слышите? Легко запомнить три слова? «Придите», «возьмите», «научитесь». Скажите, пожалуйста, все вместе теперь эти три слова. «Придите», «возьмите», «возьмите». Научитесь, хорошо. Теперь задание посложней. Кто читает Библию? Братья и сёстры, какой текст мы будем сейчас читать? «Придите» «Матфея 11, 28». С 28 стиха до конца главы. «Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо, и бремя моё легко». Три глагола, три слова, определяющие действия, слова, на которые должен произойти отклик. 11 глава Матфея описывает, как Иисус пошёл учить народ по городам своих учеников. После того, как Он призвал учеников, Он пошёл благовестовать в те города, где они раньше жили. И эти слова, которые мы прочитали, они были сказаны народу, ко всем людям, которые слышали Иисуса. Тогда это было вживую, потому что они видели Иисуса, слышали. Но для нас эти слова звучат также на страницах Библии, и поэтому эти слова обращены ко всем людям. Первое слово «Придите». «Придите» — это приглашение. Это приглашение Иисуса Христа. Наверное, вы не раз получали пригласительные на какой-нибудь праздник или мероприятие, и вы знаете, что приглашение предполагает ваш отклик по доброй воле. «Вас не принуждают, не запугивают, не ставят ультиматум, а просто указывают цель приглашения, а выбор остаётся за вами». В Евангелии мы можем прочитать, как Христос приводил разные примеры о приглашении. Если вспомните Евангелие от Луки, в 14 главе записана история, как один человек сделал ужин. Он сделал ужин и позвал гостей. Он хотел, чтобы гости пришли, и им было особое приглашение. Но один отказался, он сказал, «Я купил землю, мне нужно пойти её посмотреть, извини, не смогу прийти». Другой сказал, «Я купил пять пар валов, мне нужно поехать испытать их, извини, не могу прийти». Третий сказал, «Я женился, не могу прийти». Люди отказались от приглашения. Тогда вы помните, что были позваны все, нищие, хромые, люди с улицы, наполнился дом. И тогда Христос сказал известные слова, «Много званых, но мало избранных». В тексте, который мы сейчас изучаем, в приглашении Христа указана причина. И заметьте, что эта причина в пользу приглашённых. Часто мы получаем приглашение, и мы знаем, что это будет праздник, и на него нужно пойти и что-то понести, подарок или что-то требуется от нас. Здесь Иисус Христос приглашает и заинтересованы в том, чтобы дать. Христос обращается ко всем уставшим и обременённым. Люди, которые устали от пустой жизни, от бессмыслицы, от греха, от несправедливости, от собственной негодности. А кто эти люди? Это все люди, все люди, живущие на земле. Каждый человек, независимо от своего положения в этом мире, испорчен грехом, и каждый человек нуждается в настоящем внутреннем покое. Мы прочитаем послание к римлянам, апостол Павел пишет 3 глава, с 9 стиха, концовка 9 стиха, «Все под грехом» и дальше. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Иисус приглашает, чтобы дать, а не взять. «Христос не только приглашает, но и дает обещание. Он всякому, пришедшему к Нему, даст покой. Он успокоит сердце каждого человека, который примет приглашение Христа, независимо даже от самых опасных обстоятельств жизни. Этот покой совершенный». То есть первое слово, которое мы прочитали, «Придите» — это приглашение Христа, и от каждого человека требуется отклик принять это приглашение, принять верой. Каждый человек испорчен, как мы прочитали, но Христос говорит, «Я могу дать другую жизнь». Второе слово — это слово «возьмите». Это уже практические шаги к отклику на приглашение. После того, как человек поверил, что только Христос может дать покой душе, и верой принимает его призыв, тогда нужно что-то изменить в своей жизни. Мы поверили, мы приняли, что дальше. Дальше должны произойти изменения. «Возьмите иго моё на себя». Иго — это угнетающая и порабощающая сила. Ещё в библейском понимании — это упряжка или ярмо, которое одевают на животных, чтобы держать их вместе. Когда пахали землю, одевали такое деревянное ярмо, двух животных, трёх или четырёх, держали вместе, чтобы они не расходились, это называлось иго или ярмо. Вот человек связан ярмом греха и испорченности. Это проявляется в эгоизме. Человек живёт для себя, чтобы ему было хорошо. Он в центре своих желаний. И при этом из-за своей греховности он противится добру и совершает гнусные дела. Библия называет это «дела плоти». То есть человек находится под этим ярмом в собственной греховной природе, мучается в этом и делает дела, на которые провоцирует его греховная плоть. Какие же это дела? Апостол Павел в послании к Галатам, 5 глава с 19 стиха, открывает. Он пишет «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царствие Божие не наследует. Человек не способен сам победить свои похоти. Поэтому Христос предлагает стать вместе с нами в упряжку, то есть нам вместо себя и своего «я» поставить Христа. Практически это выглядит так, что теперь движущей силой моего сознания будет не то, что хочу я, а что угодно Богу. Искать не своего, а искать Божьей воли. Христос нас вдохновляет тем, что Он говорит «Иго моё благо, и бремя моё легко». Бремя – это непосильная ноша. Христос обещает, что с ним нам будет легко в одной паре. Он возьмёт на себя ношу, и нам будет легко идти. Многие люди, которые ещё не приняли Иисуса Христа, они думают, что вера – это религия, это обряды, это ограничения. Они сравнивают это с сектанством, с фанатизмом, ещё с чем-то. Но Христос говорит «Нет, это не так». Каждый человек, возрождённый, может засвидетельствовать о том, как хорошо со Христом. Жизнь наполнена смыслом, есть понимание настоящего предназначения жизни на земле, для чего мы живём, и нам открыто будущее. Будущее, которое будет с Богом прекрасным и вечным. Итак, второе – возьмите. Это поставить Иисуса Христа вместо себя. Жить уже не для себя, чтобы не я был в центре жизни и мои желания, но Бог и что хочет Он. И Христос говорит «Если Он возьмёт иго вместе с нами, и нам будет легко». Третье слово – научитесь. Если мы откликнулись на приглашение, мы сменили акцент собственной значимости и жизни вокруг себя на поиски угождения воли Божьей, то тогда мы становимся на пожизненный путь ученичества. «Мы становимся учениками Христа, Его последователями, и до конца своих дней должны учиться у Него». Заметьте, братья и сёстры, это никогда не заканчивается. До конца дней мы ученики, мы должны учиться. В этом тексте Христос показывает путь ученичества. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирён сердцем». Путь ученичества – это не соперничество с другими верующими, это не достижение особой духовности путём ограничений или выполнений правил. Путь следования за Христом – это путь кротости и смирения. Что это значит? Господь хочет изменять нас. Он хочет, чтобы мы были святы, как Он свят. Он хочет, чтобы наш характер изменялся в лучшую сторону. Он хочет, чтобы мы научились побеждать грех, чтобы мы научились жить, не получая для себя, а отдавая другим. Научиться этому можно, читая Слово Божие и изучая поступки Христа, чтобы брать пример с Него. Итак, мы прошли с вами три слова из этого текста. Пожалуйста, ребята вот сидят на первом ряду. Я вас спрошу, назовите три слова, которые мы сейчас прошли. Внимательно слушали. Нейтан? Правильно, молодец. Братья и сёстры, вы запомнили? Скажите, пожалуйста. Придите, возьмите и научитесь. Правильно. Дети, запомнили? Придите, возьмите и научитесь. И какой результат? Какой результат, если мы в это поверим и примем? Христос здесь же открывает. Найдёте покой душам вашим. Обрести покой – это обрести истинный смысл жизни. Без Христа жизнь без смысла, и она закончится вечной погибелью. Со Христом – это жизнь и жизнь с избытком. Иисус Христос сказал такие слова, это записано в Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Не проигнорируйте приглашение Христа. Пусть эти три слова запомнятся нам. И пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся. Спасибо.